Я посылку отправилась, сгоняла и пришла домой. Сейчас покажу, что купила. Вам же интересно, что же я купила? Девочки, ну мандарины опять, как вы думаете? Сегодня марокканские, израильские и бэйби уже испорченные какие-то. Ну такие, не испорченные, но уже такие уставшие. Поэтому сегодня остановилась на марокканских. Сначала взяла вот столько, одни и те же. А потом решила, чтобы завтра не ходить опять. И взяла вот уже столько. Ну это мне на целых два дня хватит. А еще, девочки, я купила репку. И знаете, хочу эксперимент поставить. Взяла четыре штучки, совсем маленькие две, среднюю и огромную. Вот как вы думаете, какая из них будет самая сладкая? Нет, мне кажется, что маленькая она будет такая молочная. Ну, это из детских моих воспоминаний. Маленькая репка, она такая сладкая молочная. Но я вот большую никогда не пробовала. А вдруг она тоже вкусная. Опять две морковки взяла. Потому что ту морковку, что покупала позавчера, я ее всю схрумкала. Вот так вот. Из одной сварила щи. А, там три штучки еще было, я их схрумкала. Так вот. Что это я взяла? Ну, йогурт, наверное. Так, бутылочку молока. Что тут еще у меня? А, ну и зашла павильон за хлебушком. Черный, с печати. Вот. Сегодня он меня дождался. Все. Вот такой вот сегодня незамысловатый улов. Любите такие? Любите такие видео? Ну вот, девочки, чем живу, то и показываю. Сейчас помою себе и почищу репку, и потом вам скажу, вкусно или нет. Большую хочу почистить. Так, девочки, почистила. Почистила. 17.56. Представляете? На улице еще светло. Я так рада. Весна уже близко. Такая она, сочная, тверденькая. Ну-ка. Знаете, как редька или как брюква. Все-таки мелкие репки, они вкуснее. Это, наверное, такая для тушения. Ну, тушить ее с овощами. А так мне нет молочности и сладости нет. Сладость-то какая-то есть, но не такая, как я люблю. Что-то я так устала. Прошлась-то всего до почты. Потом зашла в Командор. Купила там овощи и фруктов. И домой, и все. Знаю, почему я устала. На улице страшенный черный гололед. Идешь такой вот в напряжении. Все, спина, ноги, все в напряжении. Вот поэтому устаешь. И все люди так ходят. Молодые только вот ребятишки. носятся по льду. Падают. Ну вот. Это чревато. Больше крупную репку не куплю. Это чей носик мокрый мне в пятку уткнулся, а? М? Кто-то репку хочет. М? Иди вон, садись напротив. Будешь смотреть мукбанг. Мелисса, я тебе стульчик оставила отодвинутый. Иди. Любишь мукбанг смотреть? Скажи, я все люблю смотреть, что тебя касается. Слежу за каждым шагом. За каждым шагом моим следит. Это вообще какая-то чудо-кошка. И это она еще молодая. А представляете, когда она будет пожилая, как я? Смотрите. Ты что? Что ты тут не видела? М? Что ты тут обнаружила? Цитрус. Я тут как-то эксперимент проводила. Почистила 4 мандаринки себя. А шкурки не выбросила. А вот так вот разложила по периметру всего стола. Ну, что там такое-то? Вошкается. Вы представляете, она по привычке на стульчик прыгнула, чтобы посмотреть, что тут такое. А тут цитрусовые шкурки лежат. А кошки же их терпеть не могут. Как она сиганула? Вот так. Чек вытащила из сумки. Ну, вы представляете? Вот для чего любопытное. Я все продукты достала, а чек остался в сумке. Она его вытащила. Нос туда свой засунула и вытащила. Не скажу, что сочная, но кое-какие витаминки чувствую. Да? Ты тоже чувствуешь витаминки? Витаминочки кто чувствует? Не нравится. Не нравится. Ой, занюхтила-то, занюхтила носиком своим. Зашевелила. Не нравится? Моя репа. Любопытное окошко. Сейчас пойду посмотрю что-нибудь интересное. Мне этой репки хватит, наверное, дня на три. Если заставлять себя есть. Если не заставлять, то можно сразу выбросить. Невкусное. Ну, все равно же в ней какие-то есть витамины. Не надо на ваши комментарии ответить. А то я видео про Василюк поместила и пошла сразу. Ну, вы же пишите что-то. Идем. Сейчас нарежу себе пластиков. Чтобы не просто так сидеть, голодать за компьютером. Четыре пластика. Тихо-чего мальчики, всем привет. Я иду на прогулку. Сегодня у меня новый наряд. Розовый костюм свой надела. Новый. От любимого Василька. И все белое остальное. Только сумочка сидит чистая. Хорошо подходит. Душа она сюда. Идем. Я в планету приехала. Мне нужно зайти в отдел бижутерии. Посмотреть там цепочку. Из крупных звеньев. Я заказала, но что-то долго идет. А у меня горит. Мне надо срочно. Решила сделать из своей бус-украшение. И мне нужна цепь. У меня осталась, но мелковатая. Мелковатая для моей задумки. Я все истратила. На переделке. Ну вот теперь надо добыть. Ну и в Леонардо зайду. Может быть там что-то обнаружу. Интересненько. В общем, сегодня у меня такой день развлекательный. Как будто у меня другие дни. Не развлекательные. Я совсем забыла, что сегодня праздник. 23 февраля. Вот совсем забыла. А здесь наружу. Давай чай не забывай. Ну, попала я. Удовольствие не получу. Но я тогда ненадолго. Немножечко посмотрю и на улицу. Бежуторию зашла и ошалела от цен. Там коротенькая цепочка с чем-то. А я так нещадно свои тронжирю. Какая куртёха легонькая. Это я в Зарину зашла сейчас. Пять тысяч. Такая поддёвочка. Так, в Зарине тоже могут быть всякие украшения. Может их немного. Ой, как всё блестит. Ой, какой колючий. Это из собранной, как будто из трубки. Ну и всё. Ну и всё. 600 рублей. Они так сцеплены друг с другом. Сразу идеи такие посещают. Сердечко и цепочки две. Мне надо крупную, тоненькую. Тот цвет приятный. У картинки, у рубашки. Стоит 2,600. 2,600. Это здесь тоже. Такая беленькая. Точно такая же, только с веточками. 2,600. Лёша и Мишка. Вот у меня такая же курточка, только розово-серая. Такая уютная она. Ну, у меня с капюшоном. У меня лучше. А там у меня вкуснее. У меня ветчина. Это из какого-то фильма. 6,600. Такая беленькая. Ну, белая, наверное, такая марка. Устираешься её. С моими брючками кожаными, да, девчонки? У меня есть чумуси. Это я так просто. Я уже не за этим пришла. А за бижутерии. Ладно. Леонардо у меня ещё есть. Да, я попала. Тут раздеваются. Я ненадолго. Шум бам. Я вообще... Я даже не слышу, что я вам сейчас говорю. Вы представляете? Здесь такой шум. Мне уже становится дурно. Я не люблю такое скопление людей. Мне уже аж трудно дышать. Что-то со мной, я не знаю. Причём я так стала чувствовать. Наверное, вот лет 10 такое со мной происходит. Прям не могу. Я люблю тишину. Когда вижу этих птах, всегда Египет вспоминаю. Там есть такая площадка. Площадка, ну типа смотровая. И там тоже птицы такие. Но их не ремонтируют. Они все какие-то уже переломанные. Вот последний раз была, ужаснулась. Вот эти птицы в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Всё какое-то запылённое. Ну понятно, что там песок. Но как будто никто не следит за ними. Так-то я в Стокман зашла. Посмотрю, может, у них тут какая бижутерия есть. Нет, Стокман нет вообще, близко даже. Никакой стойки с украшениями. До кассы прошло, ничего нет. А тряпочки, что-то меня не волнует. Сумки. Сумки-подушки. О, какая цвета хаки. Курточка классная. Сколько стоит? 26,990. Это уже со скидкой 40% из кухниной кожи. Здесь уже как-то поменьше народу. Люди толкутся там, где еда. Вот цепочку. Мне вот такую надо. Как на сумочке. Но не покупать же сумочку. Здесь в цепочке. Такую. Дымом пахнет здесь везде. Зашла сейчас в один магазин. Думала, это у них такой ароматизатор дымный. А сейчас иду дальше и прям чувствую. Люди кашляют даже. Какой-то прямо першащий. Вот Леонард. Зайдем. Прямо першит в горле. Как будто надымили. Прямо чешется все в горле. Вот девочка Леонарда зашла. Смотрю, здесь всякие огнедышащие драконы. Такая вот кобра. Амулеты. Тоже можно что-нибудь придумать с ними. Какие-нибудь украшения брутальные. Вот это вот мне понравилось. Кексские узлы. Лучезарный крест. Дельфинчики. Вкусные девочки полно. Цена в принципе. Так, с камнями 248. Амулеты 199. Если сильно надо, то можно найти что-нибудь. Тут на любой вкус. Для всех рукодельниц найдется материал нужный. Ой, а для тех, кто вяжет, валяет. Для валяния. Смотрите, сколько шерсти. Фетр разный. Ой, ну что ж, такое-то. Прямо вот сверпит в горле-то. Чем-то я надышалась. Как же на улице хорошо выбралась. Леонардо купила бусы. Тяжелые такие. Под жемчуг. Прямо качественные бусы купила. Вот из них что-нибудь сочиню. Хотя у меня вот бус. Но это уже, чтобы в пустую моя прогулка не была. Раз уж я сюда поехала. Там же в Леонардо купила черную цепочку. Метр. Куда-нибудь пригодится. У меня есть, но там ее немного уже совсем. Поэтому взяла на пробу. Даже рассмотреть там не могла. Мне прямо вот дурно. Люди снуют. Музыка вот так вот орет. Поэтому нет, нет, нет. Будет другое время. Погуляю. А так просто. Вот вышла гулять и гуляй. И нечего по магазинам шастать. Деньги тратить. Ну бусины покажу. Бусины красивые. Такие прям как морозные. Миллиметров 12, наверное, размер. Крупненькие. Девочки. Валяемся. Валяемся, да? Наелись. Свернулись к рубочкам. Завтра бабушка к нам придет. Рыбки пожарит. Окуньков. Вся намагнитилась. От этого покрывала. Как облезлое окошко. Мелиска. И здесь тебе надо быть. И здесь. Нигде тебе не лежится. Рядышком ляжет. И спит. Храпит. Умница моя. Разумница. Лень напала, да? Девочкам пока-пока скажешь? Лень? Да? Скажи пока-пока. Мелисочку. Ну. По-до свиданькайся. Скажи, что пристало. Пока-пока, девочки. Девочки. Про покупки свои чуть не забыла вам сказать. Вот такие бусики купила. У них такой сатиновый отлив. Они и не глянцевые, и не матовые, а что-то вот между. Ну, такие тяжеленькие, хорошие бусики. 300 с чем-то рублей стоят. Прям вот приятные очень тяжелые. Проволоку купила. Это все в Леонардо. И метр черной цепочки. Она вот такая немножко поблескивает. Мелковата, конечно, но другой не было. Вот все, что я вам хотела показать. Пока-пока. Как приосанилась. Лопочку давай. Пока-пока, девочки. Пока-пока.